Коллаген. Это слово у многих на слуху. Но что это за вещество? Какую роль оно играет в организме человека, знают далеко не все. А уж о том, как проверить уровень коллагена и как повысить концентрацию, да так, чтобы не было избытка, что тоже очень плохо, знает не так много людей. Давайте восполним этот пробел. Смотрите видео до конца. В нем мы познакомим вас с самым распространенным белком в теле человека коллагеном. Расскажем о его значении, тех состояниях, которые бывают при избытке и недостатке. Посоветуем, как лучше поддерживать необходимую концентрацию. Что такое коллаген? Начнем свое повествование с того, что сразу оговоримся. Коллаген чисто животный белок. В растениях его нет. В организме человека на долю коллагена приходится чуть меньше половины, где-то около 45% от всех имеющихся белков. Это строительный материал любых основ тканей. Именно коллаген входит в состав соединительной ткани, обеспечивающей каркас мышц, костей, внутренних органов. Организм человека умеет синтезировать молекулы этого вещества, но со временем интенсивность и активность их образования снижается. Примерно с 20 лет тело начинает терять коллаген. Образование молекул этого белка у человека представляет собой сложный биохимический процесс соединения аминокислот, проходящий под влиянием витаминов и минералов. Аминокислоты, соединяясь между собой, образуют спирали, из которых и формируются волокна соединительной ткани. Спирали образуют фибрилы, коллаген, участвующие в построении основ органов, хрящей, связок, мышечной ткани, кожи. Это плотное и прочное вещество. Сети. Это слоистый коллаген, участвующий в формировании капсулы хрусталика, стенок мелких сосудов, придатков кожи, волосы, ногти. Синтез коллагена происходит фибробластами, клетками соединительной ткани. Всего у человека насчитывается 28 видов этого протеина. Наиболее распространенными и важными являются следующие три. Первый тип или вид самый распространенный. Именно он делает кожу упругой, обеспечивает прочность всех органов, защищает кости от переломов, а зубы от кориса. Образуя длинные волокна, приводит к заживлению и затягиванию ран. Второй тип отвечает за упругость и подвижность суставов, входя в состав связок и хрящей, позволяет активно двигаться. Третий тип делает прочной основу кожи, сердечной мышцы, стенок кровеносных сосудов. На эти три типа коллагена у человека приходится около 95% всего коллагена, присутствующего в теле. Функции и свойства коллагена. Ученые уверены, что коллаген не только поддерживает и сохраняет прочность и структуру, он выполняет еще целый ряд функций по сохранению водно-электролитного состава и поддержанию электрического потенциала. Коллаген является основой внеклеточного матрикса, соединения, не входящего в клеточную дифференциацию организма, но играющего большую роль в правильной работе каждой клетки. В молодом возрасте соединения, фибрилы, образуемые коллагеном, хорошо вытягиваются и сжимаются, они эластичные и упругие. Постепенно они, растягиваясь, длительно находятся в расслабленном состоянии, не принимают первоначальную форму. Это приводит к ухудшению тургора кожи, появлению морщин, снижению прочности костей, слабости в работе и отклонению от естественного положения внутренних органов. С течением времени замедляется интенсивность образования новых молекул, процессы регенерации. Такие изменения свойственны людям пожилого возраста, однако могут проявляться у тех, кому нет еще и 50 и даже у детей. Это зависит от обмена веществ, образа жизни, наследственной предрасположенности. Коллаген обладает определенными свойствами, благодаря которым выполняет целый ряд функций. Свойства такие. Способность создавать прочные, крепкие волокна. Возможность быстрого обновления и регенерации. Вероятность соединения, склеивания тканей. Коллаген в переводе с греческого склеивающий. Благодаря таким свойствам выполняет следующие функции. Защищает внутренние органы от повреждений, а органы опорно-двигательного аппарата от разрушений. Обеспечивает прочность любых тканей в организме человека, а значит и любого органа. Помогает в регенерации и обновлении, замене очагов деструкции и заполнении дефектов. Поддерживает подвижность межкостных сочленений, эластичность связок и сухожилий, мышц и суставов. Сохраняет эластичность сосудистых стенок, придавая им прочность. Делает кожу гладкой и подтянутой, волосы плотными и упругими, ногти ровными и красивыми. Способствует поддержанию мышечной массы тела и конечностей, органов пищеварения, сердца и сосудов. Сохраняет воздушность легких, обеспечивает максимально эффективный газообмен в альвеолах. Стимулирует биохимические реакции обмена веществ, уменьшает вероятность токсического влияния шлаков. Обеспечивает работоспособность печеночных клеток. Не дает внутренним органам смещаться в теле человека. Делает возможным удержание их всегда в одном месте и в одном положении. Контролирует метаболические процессы. Коллаген, с одной стороны, прочное соединение, обеспечивающее защиту органов, а с другой стороны, хрупкое соединение, которое распадается под воздействием неблагоприятных факторов. Повышается интенсивность разрушения и уменьшается вероятность синтеза под влиянием. Недостаточной физической активности, сидячего образа жизни, отсутствии регулярных занятий спортом и привычки утром делать зарядку. Частого и обильного употребления алкогольных напитков и курения, приводящих к сосудистым спазмам, интоксикации, нарушениям метаболизма. Неправильного питания, употребления продуктов, приводящих к метаболическим изменениям, содержащих вещества, обладающие токсическим действием и не имеющие в своем составе необходимого количества витаминов и минералов. Частых нервных стрессов, приводящих к нарушению в работе внутренних органов, ухудшению пищеварения и сосудистым спазмам. Недостаточного времени, необходимого для сна и отдыха, восстановления правильной работы всего организма. Длительного воздействия солнечных лучей под действием ультрафиолета происходит дезорганизация коллагена. Плохой экологической ситуации, наличие вредных примесей в воде и атмосфере, при проживании в неблагополучных районах или работе на вредных производствах. Синтез и разрушение коллагена находятся в прямой зависимости друг от друга. При сбое и нарушении равновесия возможно как избыточное образование и отложение коллагена, так и недостаточное. Оба этих состояния приводят к нарушениям в работе организма человека, ухудшению его самочувствия, развитию заболеваний. Избыток коллагена. Высокая концентрация коллагена ничуть не лучше его недостатка. При накоплении или ускоренном образовании происходит формирование фиброза в результате разрастания соединительной ткани, появление в органах участков склероза, полного замещения части органа соединительной тканью. В результате органы становятся более плотными и жесткими, менее функциональными, потому что рабочая площадь их снижается. В результате избытка коллагена развивается цирроз печени, формируется пневмофиброз, уплотнение легочной ткани. В местах ран и ожогов образуются некрасивые рубцы и шрамы. Отмечаются склеротические изменения поджелудочной железы, повышается вероятность образования внутрисосудистых тромбов, возникают системные коллагенозы, тяжелые заболевания, протекающие с поражением кожи, суставов, внутренних органов. Дефицит коллагена. Недостаток коллагена не всегда ярко проявляется, но процесс может прогрессировать и привести к тяжелым состояниям. Не все знают ранние признаки дефицита этого белка красоты или естественного клея, как часто еще называют коллаген. Такими симптомами могут быть появление боли в суставах. Вместе с болевыми ощущениями возникает скованность, тугоподвижность, ограничение амплитуды движений. Суставы начинают хрустеть, щелкать при нагрузке или даже в покое. При этом поверхность над суставом остается неизменной, воспалительных проявлений нет. Мышечные боли, локализующиеся часто в местах прикрепления мышц к костям, то есть в области сухожилий. Боли усиливаются при физических нагрузках, активных и пассивных движениях. Болезненность переходит на мышечные волокна или на суставы. Истончаются кости, возникают переломы и трещины даже при незначительных силовых воздействиях. Ухудшается состояние зубов, быстро образуется кариес, происходит развитие парадонтоза, зубы расшатываются и выпадают. Появляется сухость кожи, кожа теряет тургер и эластичность, она покрывается чешуйками, появляется ощущение стянутости, выглядит старой и тусклой. Образуются морщины, сначала мелкие, потом более крупные, появляются они на лице и шее, кожа повисает складками, становится дряблой, формируются заломы. Ногти быстро ломаются, слоятся, они острые и тонкие, тусклые и матовые на вид. Волосы секутся, истончаются, легко электризуются, плохо укладываются. Их бывает сложно расчесать, они выглядят тусклыми, усталыми, нездоровыми, теряют блеск и красоту, не сильно улучшаются после мытья. Ощущение почти постоянной слабости, усталости, необъяснимое снижение работоспособности, почти постоянное чувство неудовлетворенности собой, отсутствие физической силы. Обвисание кожи лица, изменение овала лица, опущение щек. Ничем не обусловленные сбои в ритмичной работе сердца, периодически возникающее сердцебиение и аритмия. Появление лишних килограммов, отложение жира в области живота и на бедрах. Снижение остроты зрения, связанное с ослаблением мышц и связок, удерживающих глазное яблоко. Возникновение проблем со спиной, в частности с позвоночником. Быстро возникающее ощущение усталости во время сидения на стуле, не облокачиваясь на спинку. Появление мешков под глазами, отечности верхних век, области кистей и стоп, преобладающий низкий фон настроения, почти всегда плохое настроение, повышенная плаксивость, апатия ко всему, раздражительность. Кроме перечисленных признаков недостатка коллагена, можно провести простые тесты, по результатам которых решать вопрос о наличии или отсутствии его недостатка. Все совсем не сложно. Первый тест. Просто ущипнуть кожу на лице. Если на ее расправление понадобилось около секунды, то все в порядке. Второй тест. Сильно прижать кожу на лице и удерживать с небольшим усилием в течение 15 секунд. Упругая кожа быстро расправляется, восстанавливает первоначальную форму. Третий тест. Первым пальцем руки прижать кожу на лице и попытаться ее сдвинуть. Если ощущается сопротивление, то дефицита коллагена нет. Показаниями к тому, что следует позаботиться о синтезе коллагена, могут стать. Интенсивные занятия спортом, постоянные физические нагрузки. Медленное заживление даже небольших царапин и ран на коже. Появление дряблости кожи, прогрессирующее старение кожи. Похудение без причин и усилий, что бывает в результате уменьшения мышечной массы. Замедление роста волос и ногтей. Образование целлюлита, некрасивой апельсиновой корки в области бедер и ягодиц. Боли при движении в костях и суставах без признаков воспаления. Как можно повлиять на синтез коллагена? При избыточном образовании коллагена применяются лекарственные средства. При недостаточном образовании в организме этого белка проводится коррекция питания. Применяются коллаген, содержащие продукты и специальные добавки. Из продуктов следует использовать такие, в которых содержатся. Аскорбиновая кислота – мощнейший антиоксидант, способный увеличить активность и восстановить правильный метаболизм. Животные и растительные белки. Ведь каждый белок – это набор аминокислот, а для построения коллагена нужны именно аминокислоты. Сера – минерал, участвующий в правильном построении коллагена. Омега-жирные кислоты, которые продлевают жизнь, не давая разрушаться уже имеющемуся коллагену. В своем рационе следует не пренебрегать мясными бульонами, ведь это концентрат готового коллагена. Конечно, в кишечнике животный коллаген переварится, распадется на отдельные аминокислоты, но это уже готовый набор аминокислот для построения этого белка в организме человека. Ученые считают, что для оптимальной работы клеток по синтезу коллагена следует ограничить употребление кофеина. В больших количествах кофеин нарушает процесс образования протеинов. Продукты, способствующие синтезу коллагена. Океаническая и морская рыба – морепродукты. В них высокий уровень полезных жирных кислот, а белковый состав обогащает тело человека нужными аминокислотами. Кроме того, переваривание и усвоение происходит достаточно быстро. Красное мясо, изделия из него, мясные первые и вторые блюда – источник коллагена, из которого будет синтезироваться аналогичный протеин в теле человека. Птичьи яйца, куриные и перепелиные, утиные и гусиные или индюшиные. Это незаменимый белковый продукт, содержащий все необходимое для правильного метаболизма. Твердые и мягкие сыры также являются поставщиками сырья для синтеза коллагена и других белков интенсивного обмена веществ. Закуски, десерты, сделанные с использованием желатина. Желатин – это переработанный животный коллаген, делают его из костей, сухожилий, шкур животных. Бобовые – источник растительного белка, в составе которого нужные для образования коллагена аминокислоты. Особенно следует обратить внимание на красную фасоль и чечевицу. Морские водоросли способны в минимальных количествах обеспечивать минералами и другими биологически активными веществами, участвующими в белковом обмене. Грецкие орехи, в которых содержатся витамины и полезные жирные кислоты, способствующие хорошему усвоению всех необходимых для образования коллагена ингредиентов. Овощи, фрукты, листовая зелень, как источник витамина С, противника окислительного стресса и борца за правильный обмен веществ. Лук и чеснок, содержащие серу, необходимую для образования качественного коллагена. Готовыми источниками веществ, необходимых для образования и сохранения коллагена, являются холодец и заливные рыба и мясо. Фруктовая, приготовленная на основе свежевыжатого сока из плодов или ягодного сока желе. Мед, уникальный продукт, сделанный пчелами, имеющий в своем составе все необходимые человеку незаменимые и заменимые аминокислоты. Фасолевый суп, сваренный на насыщенном мясном бульоне с добавлением красной фасоли и зелени. Если по каким-либо причинам нет возможности обогатить свой пищевой рацион указанными продуктами, то есть готовые пищевые добавки коллагена. Рекомендуем коллаген в порошке кофер. Это натуральный животный коллаген с добавлением аскорбиновой кислоты. Имеет приятный вкус и не вызывает дискомфорта при применении. Выпускается со вкусом разных ягод и плодов. Лимон для любителей цитрусовых. Манго с освежающим вкусом. Малина для тех, кто любит кисло-сладкий вкус. Грейпфрут, имеющий тонкое послевкусие плода. Лесные ягоды с ароматом и вкусом черники и земляники. Приобрести можно, перейдя по ссылке, которую найдете в комментариях. Чтобы кожа не провисала, суставы и кости не болели, старость не спешила, а молодость не покидала, используйте коллаген кофер.